Я долго с вами не буду разговаривать Я зафиксирую от кассы и иду с товаром Руки Руки Вот с этого и надо начинать Извините А то со мной администраторы идут и не будут разговаривать Мы нас ждем администратора И что, что я без маски нахожу? Вы без маски И что дальше, что я без маски? Масочный режим У тебя масочный режим в башке режим Как вы со мной разговариваете? Как ты со мной разговариваешь? Кто тебе дал право мне отказывать? Ты кто такая? Я продавец Вот и обслужи, прими оплату Оплату прими Что у нас ежечасно в Мурманск-Моле ходит непосредственно говорящий... Кто ходит? Почему я должен вам отдавать мой товар? Я его приобрел Так я хочу оплатить, вы отказываетесь, приобрели деньги Я акцентовал публичную оферту Охрану можете вызывать Вызывайте, да Нет, он сам не вызывается Я вызову, не переживайте Вызывайте Пожалуйста Ну, у меня сейчас нет необходимости Так вы будете принимать оплату, да или нет? Нет Все Без маски Значит, мои данные запишите, Мамаев Владимир Владимирович Я знаю, что вам понятно Всего хорошего Так, товар, пожалуйста, верните Это вам Я без маски Вы правильно говорите Я без маски Дальше что? Деньги будешь принимать или нет? К сожалению, нет Почему? Если вы уйдете с товаром Это был товар с водой Добрый день Отдай Он параллель Он не оплатил товар Ты что, женщина, успокойся Ты портишь мой товар Ты что, отпусти Вы не оплатили Отпусти, я подхожу к охраннику На камеру Я подхожу к охраннику Ты зачем ломаешь товар? Давайте товар Подожди За этот товар ты заплатишь с своего кармана Он ворует товар Я подхожу к охранникам решить этот вопрос Отпусти товар Пожалуйста Ты что делаешь, женщина, что с вами? Дайте, пожалуйста, товар Вы вышли из магазина Это мой товар Это мой товар Это мой товар Так вы не хотите брать оплату? Вы материально ответственный человек Вы материально ответственный человек Я не ворую Я сейчас позвоню в полицию Сделаю сообщение Отпусти мой товар Можешь ты позвонить Я подхожу к охраннику Сейчас охранник позвонит Товар мой отпусти Ты его ломаешь Товар, говорю, отпусти Ты ломаешь товар Точнее ты его уже сломала нет вы я его сделала вы надавили я просто держу а ты его схватила отпусти товар я никуда не убегаю 4 совсем что ли вы делаете замечание я по-моему никуда не убегаю сейчас дождемся полицию успокойся чё с ней происходит у вас что вы прививку сделали как-то неудачная побочка что ли пошла ли что отпусти мой товар не понимаешь что ли русского языка схватила она я тебя ничего не хватает отодеть меня чтобы вообще тебя не видел это мой товар это мой товар это мой товар это мой товар я акцептовал публично нет ты ошибаешься этот товар стал с моим с того момента как исключил договор розничной купли-продажи я на данный момент являюсь должником я вам сообщил свои персональные данные в претензионном порядке можете взыскать эту стоимость этого товара но на данный момент вы не получите этот товар точнее стоимость этого товара то что вы его испортили у меня предоставите взамен новый качественный не испорченный оплатить я оплачу я что-то отказываю что ли все проблемы если вы деньги бери не берете один мы решим что я не одену маску ты не понимаешь что-то чё ты хочешь меня унизить это мое личное дело как я разговариваю я отвечаю на твою неадекватную реакцию ты хочешь на меня надеть на мордик я тебе соответствующим образом я отвечу а что это для меня это на море индивидуальной защиту таки носи его носи 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 и оденьте тоже я тебе еще раз говорю я готов оплатить товар вы со мной пожалуйста на 3 не обращайтесь я возраста не очень маленького ну так ты включи мозг не тыкать и мне по сошлись на норму права на основании которой ты имеешь право мне отказать повредение товара сколько я наблюдаю вообще за вашими ну прекрасно раз ты наблюдаешь значит и все прекрасно знаешь что я с этим товаром все равно уйду я его заплачу ну без намордника без намордника женщина вы не поймете этого нет вы чё не догоняйте что с вами происходит объясните из магазина с товаром ну как если вы а что мне ночевать в магазине нет я вам персональные данные сообщил сообщил да мне тяжело да в том-то и дело что я по указанию кассиров не одеваю намордники тому подобное по указанию кассира я не выполняю понимаете у меня нету рефлексов фас и тому подобное голос и гав-гав вот если ты меня попросила я тебе отказала это мое право отказать понимаешь на просьбу а если ты требуешь то сошлись на норму права сошлись на норму права тебе закон запрещает правило розничной торговли ты на данный момент совершила самоуправство более того ты причинила убытки своей организации потому что ты не доложила стоимость этого товара и своего кармана потому что ты у меня деньги не взяла отказала так вы ушли так я не могу ждать чего ждать я раз подошел вы этого я не могу обслуживать людей без так не обслуживай у вас самообслуживание я акцентовал публичную аферту акцент знаешь что такое за что публичная аферта каким образом заключен договор с момента как работа как твоему и начинаете этим апеллировать смысле я грамотный человек я живу в правовом государстве по магазинах и истерить как последний так это вы истерите вы хватаете игрушку ломаете ее я не сломала я по что это такое что это такое вы ее вот держите а я ее просто вот руки убери еще раз тебе говорю не обращайтесь она говорю руки убери и отойди от меня на расстояние чтобы я не чувствовал тебя угрозу какая угроза неадекватности какая угроза угроза идет только от вас вы разговариваете со таким образом у меня руки сзади ты чё-то меня боишься ты меня боишься да я вас боюсь да отодеть меня надо на расстоянии не бойся что товар вы его не оплатили вы украли вы не хотите брать да я не украл я не украл это не воровство это не воровство нет нет это называется конфликтная ситуация гражданский правовой спор вы отказываетесь принять оплату умысла нахищения у меня нету понимаете я готов заплатил в магазине почему я должен оставлять свой товар я его приобрел нет вы его не приобрели как я его не приобрел поэтому вы его не приобрели договор заключение с момента оплаты оплатить я могу до передачи товара после передачи товара не важно только с юридическими лицами так естественно я не с тобой я не с тобой заключаю договор а вы ни с кем еще не заключили я заключил вы не подписывали никакой договор вы взяли товар договор заключается путем акцепта на публичную оферку с того момента как вам стало известно то есть вашему магазину стало известно вашем лице о моем желании приобрести данный товар договор считается заключенным и момент оплаты не имеет никакого значения вы это поймете когда-нибудь или нет мои действия называются конгулентными понимаете мои действия говорят о том что я желаю приобрести это учи законы так не плати принял мне оплату прими у меня оплату пройдемте в магазин оплату примешь тогда зачем я пойду в магазин без маски без да я без маски я в курсе дальше ты кто ты кто чтобы на меня одевать на мордник скажи мне пожалуйста но и ну так что но никакие какие законы сошлись на норму права да еще право отказать мне приобретение товара сошлись нет нет потому что ты не знаешь нерв нет такой нормы более того в твои действия противоречит нормам права ну потому что ты деньги не берешь а потому что вы без маски да я говорю да без маски дальше что я чё-то отрицаю девушка я же не обсуждаю в чем вы я же не обсуждаю в чем вы в трусиках в не трусиках это ваше личное дело не надо мое личное дело обсуждать я пришел с того за товаром приобрел его я вам уже 10 раз объяснял не буду уже по сто раз повторять я не украл украл это когда я взял и без цели оплаты его вынес понимаете я вам предъявил на оплату вы его я его убрала на кассовую зону вы из кассовой зоны вас какого перепуга вы убрали его с какого выпили на его убрали так вы полицию вызвали наверно значит девушка охранники тоже куда делись значит последний раз вас прошу вы будете принимать оплату да или нет значит начнем у вас оплату вы конфликтную ситуацию могли бы разрешить на три секунды у вас нету такой игрушки уже не уносите я еще раз говорю дайте посмотрю сломалась там что-нибудь или нет позовите пожалуйста девушку которая сама разговаривала с моей игрушкой убежала куда-то можете хотя бы писать ее писать в наморднике все такие ну тогда всех позовите я буду выбирать девушка куда вы мою игрушку унесли вы чё со мной решили поиграться в игрушки что ли я правильно понял вы отобрали мне игрушку то есть вы обманным путем сказали что вы вопрос урегулируете примите мне оплату взяли у меня игрушку и скрылись правильно я вас понял вы еще помимо того что нарушаете права еще и мягко говоря непорядочный человек я подумать мы другую игрушку 849 девушка оплату примите пожалуйста без маски к сожалению нет то есть вы отказываетесь принять оплату значит смотрите я зафиксировал значит на ту сумму которую я выбрал те игрушки 849 рублей 849 рублей это стоимость той первоначальной игрушки та же самая фирма значит будете принимать оплату еще раз в эту листовку себе отклоним другое место покажите я вам не грублю будете принимать оплату оплату будете принимать да или нет значит я специально под видеокамеру сообщаю вам свои персональные данные мамаев владимир владимирович значит я сейчас сделаю заявление в полицию о совершении вами самоуправства о том что вы мою мой товар отобрали который я приобрел о том что вы нарушаете права потребителя что вы отказываете в обслуживании нарушение правил розничной торговли в частности пункта десятого и пускай не разбираются значит если ваш магазин посчитает необходимость меня взыскать задолженность которую я признаю в размере 849 плюс 849 я здесь не собираюсь ночевать я зафиксировал вас ваш отказ принять оплату дальше я вынужден покинуть ваш магазин и сделать то что я вам сказал я сейчас сделаю заявление в полицию по данному факту вы ожидаете я сообщу в полицию на территории магазина еще раз говорю пожалуйста останьтесь на территории пожалуйста примите оплату я знаю что не платил и потому что вы отказываетесь принять оплату девушка вы меня обманули понимаете вы сказали что вы урегулируете этот конфликтный ситуацию но это все зафиксировано но пускай может быть и так это прозвучало я спросил в оплате это я оплачу сказали да без это без маски без маски потом когда вы видели что эта машинка в единственном экземпляре что мне нечем заменить почему-то и схватили убежали я не схватила вы поставили из вас старше были вы то что первый раз вы подходили вы старше может быть вы решите конфликтную ситуацию вы поймите что я не одену маску но это не означает что я не куплю товар первой необходимости к чему относятся игрушки детские игрушки понимаете также как продукты питания да я вам не обязан ничего показывать я стою стоимость консультации будет стоить 1700 рублей готова заплатить нет тогда я не узнаешь вашей консультации почему я могу вам оказать консультацию независимо маски вы или без маски я просто не видел чтобы вы вызывали полицию мы просто так стоим или как но вы звонили кто кто из вас звонил чтобы понимать вы звонили лично вы кто позвонил лично вы звонили лично вы представьтесь как вас зовут где ваш бейджик а так то вы работник магазина или нет а так представьтесь тогда где ваш бейджик вот допустим ольгу там агеева у него хоть бейджик есть а чё вы испугались до вас все равно уже узнает не переживайте уже в открытую идите чё раз уж пошли на саму просто так идите до конца кто вам дал право отбирать у меня из рук выхватывать игрушку со спины успокойтесь какой ты умный ну по умнее будет а ну да с на мордиком то конечно вот смотрите это нормально он сейчас ходит на мордике на шее а главное что что маска есть да 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 потому что я не хочу участвовать в этом зоопарке вы понимаете что вы в зоопарке участвуйте у вас люди ходят по торговому залу либо без маски либо с маской на шее уже даже не на мне под бар не на подбородке ну и что дальше вот вы понаблюдать сейчас вас да я не собираюсь этим заниматься это унижение для меня понимаете для других людей у которых нормально с мозгами вот этом зоопарке участвовать просто ну не надо я показываю людям наглядно что так делать не надо как делаете вы на своем примере да сейчас меня увезут в полицию будут делать какие-то разборки ну что дальше вы себя опозорите потом когда этот маразм весь закончится вы будете смотреть на себя в интернете на все века вот ваши дети будут смотреть и так далее ну это вот это ты сейчас так думаю что ничего страшного давайте тогда сейчас сам сделал звонок полицию потому что я сильно сомневаюсь что вы звонили в полицию а ты почему маску себя на нос не натянул нарушаешь масочный режим маску на нос на тени а зачем вы ко мне обратились делайте мне какие-то указания замечания вот ты кто такой скажи мне кто ты такой ну понимаете весь разговор на этом и закончился так что в итоге девушка позвоните при мне в полицию чтобы я понимал потому что полиция не приедет я вам говорю что полиция не приедет я вы что полиция не не решает гражданские правовые вопросы не решает это не их компетенция признаков с какого правонарушения здесь у меня нету ни самоуправства не грабежа я вам объясняю я не скрываюсь я предъявил вам свои паспорт одну не паспортные данные свои фактически данные вы меня знаете более того я вас лично не знаю ну я непролично слава богу что меня зовут мамаев владимир владимирович вы знаете что я буду покупать товар без маски я его приобрел уже приобрел это вы глубоко ошибаетесь изучайте гражданский кодекс изучать и законодательство о защите прав потребителей ну это ваша личная оценка субъективная ну давайте нет давайте стоять вам нравится так стоять тогда примите оплату но только в этот раз я уже на ваши сказки не поведусь так что вы понимаете вот я сейчас в данном помещении вот с точки зрения разумности нахожусь как вы говорите без маски да вместо того чтобы отпустить человека без маски быстренько обслужить сошлитесь на норму права так вы же не берете деньги мы не берем оплату потому что ежечасно декларируют непосредственно без кто декларирует у вас голове что там да где-то там да в голове что-то шумит вы знаете что вы вы знаете что вы вы знаете что можно отказать только на основании федерального какого-либо закона это сказано в пункте 10 правил розничной торговли товар не оплатили вы его значит получается ворвуйте хорошо давайте сделаем так давайте сделаем так вот вы не правоохранительный орган я вам свои данные сообщил а дальше а дальше нам так подождите так я же заплачу сейчас меня приедет полиция меня повяжет и организация с меня зычит в судебном порядке стоимость из вас ну да да не наш не штрафуют а штрафуют если вы обслужите без маски находясь сами как работник вы не можете отвечать за действия третьих лиц знакомые но это опять же это охрана это не сотрудники полиции я не оставлю добрый день добрый день здравствуйте эдуард борисович добрый день мы вас узнаем значит смотрите та же самая ситуация выложили в интернет да зачем для чего с такой целью нельзя ну как бы ну я не хочу я запрещаю выкладывать но вы же на работе находитесь я в тот момент про это фиксировал ко мне близко не подходите почему потому что я уже объяснял почему вы переживаете я ничего не переживаю просто во-первых вы плохо попадаете в кадр во вторых как бы мне не комфортно когда вы нарушаете мою социальную дистанцию отойдите в сторонку все все самое главное вызвали потому что он не оплачивает товар я хочу оплатить требую они не берут деньги теперь хочет вынести второй она схватила у меня товар сломала потом убежала с этим товаром и это я взял другой товар я его забрала что я вам скажу короче что сейчас обладаться смысла нет я в курсе но в смысле куда девать это мой товар я вам сейчас сообщу я вам даже могу паспорт свой показать вы аккуратненько без 3 без третьих лиц я не могу принять оплату без маски и ну что за вы глупости говорите у нас специально стоят непосредственно о боже мой я вот спрашивание сошлитесь на норму права согласно которой вы мне предъявляет выдвигайте требования не просьбу о требовании ну есть правила розничной торговли пункт 10 они обязаны знать хотя бы те документы на основании которых они здесь вообще работают ну для меня начальство их не указ я попросил администратор администратора убежала вот ну вот они себе бегают бегают от меня ну что это вы что вы это показываете это это листовка вот вы сами подумайте что вы показываете покажите нормативный документ хотя бы нормативный документ покажите где будет сказано что у вас есть право ли вы бы вы должны либо обязаны отказывать клиентам если у них нету маски в приеме денег я не прошу вас обслуживать меня я уже обслужился спасибо достаточно принять деньги а вы по их вызову приехали конечно мы тут все хранее просто смотрите опять та же самая ситуация я их просил если вызывать вызывайте полицию потому что у вас таких полномочий нету ну я вообще-то их просил вызвать полицию урегулируйте вопрос с кем это не мой вопрос звоните начальству я же говорю вы то мы тратим время если вы не можете решить этот вопрос высшестоящему руководству звоните на горячую линию звоните так вы еще до сих пор не вызывали полицию вышли ничего опять обманываете до этого говорили что вызывали я не знаю что здесь стою трачу время 102 девушка пора уже запомнить я приеду а понятно из этого мира с украины не вас тут много но потому что они у нас не оттуда в украине хорошо да там тоже не только то же самое может звонок очень нужен для нас да да сейчас эдуард пойдемте может быть на улице постоим приедем вместе с машинками и все то есть добровольно предлагаете без доставления доставления вы мне привезете в рам на машине но нет если бы я не там рядышком жил ну поехали ну они меня домой отвезут поэтому я поеду всего хорошего естественно да естественно вроде снимаю если не такой не даете согласия согласились тестирование спасибо выкладки дальнейшего использования услышала ну вы сами знаете что я не послушала информация да потому что вас я должен был предупредить ну ради бога это как бы главное чтобы вы меня не пугали что если я это сделаю то я буду подлежать уголовной ответственности и тому подобное да 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 с вами не мы исходим из того что ваша деятельность открыто подлежит контролю порицанию и так далее поэтому я это веду видеозапись для того чтобы в конечном итоге потом гражданам показать что у нас есть либо хорошие полицейские либо плохие полицейские как бы вас предупредил где вы ее можете использовать или или для предъявления каких-то доказательств но в том числе и для этого дела до в административном производстве вы прекрасно уже знаете что я являюсь как ни крути общественным деятелям защищаю права не только свои и других граждан в том числе на платной основе так что что обращайтесь вы прививку не делали можете не говорить просто это родит интереса я у всех спрашиваю сотрудник полиции вот это как бы я вам так скажу не все не они я как бы не многие говорят я вот просто когда спрашивал мне говорят что где-то 50 на 50 кто-то нормально период это кто-то горит температура ну быстро проходит ну то есть с кем я общался вроде как бы вас я так понимаю температур не но я общение не делал ведь не собираюсь сделать прививку это как бы я считаю что это для меня нецелесообразно у меня хороший иммунитет барею болею вообще редко поэтому нет смысла в этом